приветствую вас дорогие друзья сегодня хочу поговорить с вами очень коротеньком видео что делать когда ничего не хочется делать причин может быть очень много и начинать нужно с физиологической причины нет ли у вас хронических заболеваний может быть вам не хватает каких-то витамин есть какие-то хронические заболевания может быть вы метеозависимы и реагируете на погоду на природу циклоны антициклоны это тоже может быть еще одна из проблем на которую мы не обращаем внимание то что мы с вами женщины я в основном женщинам обращаюсь очень странного поведения у нас это как пиковые энергии как пиковое поведение иногда мы очень гиперактивный по дому по хозяйству по работе по любой какой-то активной деятельности прям очень много пытаемся сделать работы охватить необъятное а потом происходит раз резкое падение и мы падаем в точку апатии линии ну и ставлю там многоточие и вот жизнь по вот такой вот синусоиде чаще всего присущи каждой женщине и ловить вот этот момент когда идет пик энергии и хочется очень много сделать действительно и то что вы делаете но во первых это необходимо во вторых вам это нравится приносит удовольствие и наверстываете какой-то промежуточный период когда что-то где-то было не сделано или какие-то завалы у вас это очень важно но в бездействие еще наступает тогда когда нет результата но вы что-то делаете к чему-то стремитесь а результата может быть нет а может быть не ценят ваш труд в ваше вложение в дом семью в хозяйство это тоже приводит вас к апатии вот и часто реагируем на погоду на природу здоровье дает о себе знать если у вас приходит апатия ничего не делает может быть ваше подсознание бессознательное включает интуицию и этот момент вам нужно перележать пересидеть потому что может быть завтра послезавтра иммунитет ослаб может быть какие то могут быть действительно проблемы со здоровьем и наш организм обладает уникальным свойством интуиции и заблаговременно вас оберегает поэтому если вам сегодня ничего не хочется делать то вы тоже обратите внимание может быть это такое что что ты сделала сегодня чтобы не болеть завтра поэтому примите это состояние только проанализируйте чем это связано и как помочь тебе если есть возможность конечно надо отдаться этому состоянию но не более одного-двух дней если это затягивается на более долгий период на неделю на две на три это может действительно говорить о внутренних проблемах физиологических психоэмоциональных и эта черта может перейти потом в характер это достаточно сложно чтобы проверить себе как когда вам лень или апатия первый признак если у вас действительно истинно это отключите телефон побудьте без соц сетей и просто побудьте наедине с собой потому что вот такая тишина она включит вас включит вам такие сигналы на которые может быть действительно нужно обратить внимание это может быть с точки зрения физиологии а может быть пришло время проанализировать свое психоэмоциональное состояние может быть вы действительно взяли на себя очень большую нагрузку может вас преследует много каких-то стрессовых ситуаций вы находитесь психоэмоциональном истощении поэтому если есть состояние нестояние действительно отпустите этот день с условием того что вы позволяете себе вы разрешаете себе это день побыть в этом состоянии для того чтобы провести самодиагностику это будет очень важно но очень важно побыть без телефона и без интернета иначе вы опять заведете себя в тупик и вы не решите эту проблему вы не услышите свое состояние здоровья вы не поговорите наедине с собой и вы не выведите себя с этого состояния телефон интернет будет делать все чтобы вы опять себя не услышали не почувствовали поэтому напишите пожалуйста бывает ли у вас такое состояние когда но просто нестояние что это и лень и апатия и безысходность какая-то и разобраться в этом очень очень сложно если у вас есть какие-то рецепты для того чтобы как-то поднять себя вертикаль напишите пожалуйста нам вот это очень очень интересно спасибо что вы были со мной подписывайтесь ставьте лайки чтобы не пропустить мои новые видео и конечно же приглашаем на стримы всем пока